МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! С вами Марина Романюк и программа День города. Главные новости среды. Прямо сейчас. Полмиллиона подъемных молодым аграриям увеличили меры поддержки. На линии мошенники. В Рязани снова активизировались мобильные аферисты. Радость рукоделия. Мастерицы выставили лоскутные шедевры на суд зрителей. Вероприятие приурочено к 85-летию Рязанской области. Губернатор региона Павел Малков представил на заседании правительства нового министра труда и социальной защиты населения области Наталью Валентиновну Суворову. Ранее этот пост в течение последних пяти лет занимал Валерий Емец. В своем телеграм-канале губернатор прокомментировал новое назначение. Большой управленческий опыт и искренняя заинтересованность, желание работать на результаты и четкое понимание проблем людей, качества, определившие ее назначение, добавил Малков в своем телеграм-канале. Наталья Суворова, уроженка Касимова, с 2014 года работала первым заместителем руководителя исполкома «Единой России» в Рязанской области. В 2020 году возглавила Департамент внутренней политики Ивановской области. Вот так губернатор представил ее на заседании правительства. Наталья Валентиновна родом из Рязанской области, имеет богатый управленческий опыт, а также огромная работоспособность и самое главное умение добиваться цели и показывать реальный результат. Наталья Валентиновна, у вас, наверное, самый большой или один из самых больших блоков, очень ответственный, поэтому вам только успехов. Со следующего года единовременное пособие для молодых аграриев увеличится со 104 до 500 тысяч рублей. Об этом во время прямого эфира заявил министр сельского хозяйства Рязанской области Дмитрий Филиппов. Полмиллиона – это подъемные средства, которые специалисты получают при трудоустройстве на сельхозпредприятия. Кроме того, в течение первых трех лет работы аграриям доплачивают около 5 тысяч рублей к зарплате. В новом году эту сумму проиндексируют почти до 5,5 тысяч. А еще молодым специалистам АПК помогают с покупкой и строительством жилья. Государство оплачивает до 97% строительства или покупки. Региональный бюджет следующего года сверстан с дефицитом почти в 3 миллиарда, но он остается гибким и гарантирует выполнение всех социальных обязательств. Об этом на правительстве заявила министр финансов Рязанской области Марина Наумова. Документ, по ее словам, максимально учитывает все особенности нынешнего положения и направлен на сбалансирование устойчивости бюджетной системы. Бюджет Рязанской области на следующий год меньше нынешнего. И его прогноз едва выходит из берегов 81 миллиарда. Основан он, в свою очередь, на прогнозе социально-экономического развития. А там медленный, но верный прирост практически по всем показателям. Павел Малков назвал сценарий Минэкономразвития оптимистичным. А вот доклад министра финансов Марины Наумовой таким назвать нельзя. Но, судя по всему, главный документ региона готовили, исходя из всех существующих рисков. С одной стороны, достаточно позитивные ожидания по исполнению бюджета в текущем году. С другой стороны, высокие риски негативных прогнозов на будущее на фоне ухудшения геополитической ситуации и усиления санкционного давления. Поэтому главной задачей в работе над проектом было сформировать бюджет, гарантирующий безусловное исполнение всех социальных обязательств, сохранение приоритетных направлений развития региона и в то же время дающий в случае необходимости возможность гибко настраивать его с учетом складывающейся ситуации. Основная составляющая в бюджете региона – налоговые и неналоговые доходы. Почти 60 миллиардов, и здесь эта цифра превышает показатель нынешнего года. Расходов больше, чем доходов, почти на 3 миллиарда, но этим уже никого не удивить. Главное тут, что дефицит возник, потому что надо платить по долгам. А то, что коммерческих кредитов в них мизер – это несомненный плюс. В целом бы я, наверное, назвал бы наш бюджет сбалансированным, таким умеренно консервативным, социально ориентированным, но при этом и с развитием. С большим количеством новых объектов – фоки, школы, детские сады, дома культуры, благоустройство городов и многое другое. Причем планируем сдвинуть с мертвой точки целый ряд вопросов, о которых говорили уже многие годы, но при этом без каких-то перегибов и прожектерства. С этим и следующим годом вроде бы все понятно. При всех сложностях корабль Рязанской области будет набирать крейсерскую скорость. А вот что прогнозируют аналитики в 2025 году – вопрос довольно любопытный. Снижение доходной части на 8,5 миллиардов. И эту пробоину придется как-то латать по ходу движения корабля. На 1 октября этого года общая сумма просроченной задолженности по зарплате в организациях, не относящихся к субъектам малого предпринимательства, составила почти 35,5 миллионов рублей. Об этом сообщает Рязаньстат. 20 миллионов из общей суммы невыплаченная заработная плата работникам, уволенным из организации в 2021 году и ранее. Своевременно не получили заработную плату 511 человек. Сумма просроченной задолженности в расчете на одного работника составила почти 70 тысяч рублей. За сентябрь просроченная задолженность по заработной плате по сравнению с августом выросла на 18% или на 5,5 миллионов рублей. В Рязани по-прежнему орудуют телефонные мошенники. Всего за двое суток двое рязанцев потеряли 4,5 миллиона рублей. И вроде бы схема мошенников уже известна, и народ грамотность повышает, но неприятности все же случаются. Как противостоять аферистам, расскажем далее. Эта история началась с телефонного звонка учительницы из Рязани. От той самой пресловутой службы безопасности банка. Сказали, что человек, мол, оформил заявку на кредит, и вам все одобрено. Естественно, учительница заявку никакой не подавала. Так называемый специалист предложил, дескать, это делают мошенники, поэтому давайте переведем все накопления на резервный счет. Мало ли что. Это что-то вроде проверки, мол, может ли человек распоряжаться своими деньгами. А потом произошло то самое. Со счета рязанской учительницы мошенники списали 4 с лишним миллиона рублей. Второй жертвой стала рязанская пенсионерка. Точь-в-точь по той же схеме она лишилась более 300 тысяч рублей. Злоумышленники обогатились на 4,5 миллиона за два дня. Самое время для предостережений. Уважаемые рязанцы, если вам звонит неизвестный и представляет сотрудником службы безопасности банка или правоохранительных органов с предложением перевести деньги на резервный счет с целью сохранности сбережений, а также с просьбой продиктовать личные данные или данные банковской карты, назвать код, который придет в СМС на телефон, будьте уверены, это мошенники. Немедленно приведите телефонный разговор. Не называйте данные карты и коды подтверждения. Все действия по движению денежных средств и иных манипуляций с вашим банковским счетом предложат осуществить только действующие сотрудники банка, но ни в коем случае не по телефону. А иногда мошенники используют более глубокую схему. Работают в два этапа. Первый – классический. Когда звонят и говорят, что у вас списаны деньги или их нужно перевести на другой счет. А вот второй этап – что-то новенькое. Чтобы вызвать у жертвы доверие, они присылают через мессенджер или по электронной почте поддельное удостоверение сотрудника. В документе могут присутствовать и логотипы, и печати, и даже имена реальных сотрудников Банка России, и, как правило, тех, которые опубликованы на официальном сайте. Михаил Мельгунов напомнил, что никто из сотрудников банка свои документы присылать не будет. А лучший способ разговора с таким мошенником – просто повесить трубку и перезвонить в свой банк. На всякий случай номер есть на обратной стороне карты любого банка. В противном случае можно свои сбережения и потерять. У мошенников широко протекуется обман путем психологического давления. Звонят на телефон якобы по просьбе близкого родственника и сообщают, что он стал виновником тяжкого ДТП. Злоумышленники убеждают жертву в том, что для решения вопроса о невозбуждении уголовных дел требуется крупная сумма денег. Услышав такую информацию, не каждый человек может взять себя в руки и думать холодной головой. Нередко граждане сразу же соглашаются на передачу денег, чтобы помочь своему близкому человеку. В полиции рассказали, что, как правило, уже через несколько минут у порога квартиры жертвы будет стоять человек – курьер. Он-то и должен якобы передать деньги сотруднику полиции. Вот фото такого помощника. Мужчина приехал из Средней Азии на заработки. Первое задание получил в Москве – забрать деньги у пенсионеров. Успел посетить только Рыбное. Там разбогател на 100 тысяч рублей. Планировал проехаться и по другим адресам, но его планы прервала полиция. Теперь ему грозит срок до 5 лет за мошенничество. Если подытожить, то вывод простой – завершать такой телефонный разговор. И перезвонить в банк или родственникам, якобы попавшим в беду. Тогда сбережения точно останутся целыми. 26 октября православные верующие почитают чудотворную и верскую икону Божьей Матери. Наши предки связывали этот день с рядом обычаев и запретов. Одной из традиций было наведение чистоты и порядка в бане. Поэтому в народе 26 октября часто называли банным днем – банником. О традициях народных и церковных обычаях этого дня расскажем далее. Этот образ Пресвятой Богородицы был написан еще в начале нашей эры апостолом Лукой. Он был одним из учеников Христа, лично знал Господа во время его земной жизни, также знал и Богородицу. В те далекие времена Римская империя занималась гонениями христиан по всему миру. Написанная Лукой икона хранилась у одной верующей вдовы, но однажды и к ней в дверь постучали. Тогда, чтобы спасти святыню, она кинула ее в море. Ну и через 200 лет только юно-киеверского монастыря увидели столб огненный морем, решили приблизиться ближе, но никак не могли поднять икону с воды. Следует отметить также, что икона – это достаточно большого размера, метр тридцать, где-то ноль, почти на метр. И вот только по водам один из монахов обители после молебна смог пройти и взять ее, поднять на руки и принести в обитель. По иконографическому исполнению образ относится к особому варианту Адигитрии, путеводительницы, названной в византийском искусстве Елеуса, милостивая. На древнем образе изображение причистой девы поясное. Голова немного наклонена к Богу-младенцу, сидящему на левой руке, десница в молитвенном жесте поднята до уровня груди. Спаситель правой рукой благословляет мать, а в ее лики и всех христиан, а другой держит свиток, его святое учение. По-особенному написаны их лики – крупные объемные черты, широко раскрытые очи менделевидной формы, устремленный вперед взор, сосредоточенный и внимательный взгляд. Характерная иконописная деталь – рана на лике Богородицы, из которой сочится кровь. Предание гласит, что рана, которая нанесена на этом образе, была рана от копья воина, который обнаружил эту икону в доме этой самой женщины, которая отправила икону по водам. На Руси она традиционно является защитницей наших южных рубежей. Не раз были случаи, когда по молитвам перед этим образом, чудесным образом, с помощью природных явлений опрокидывались целые войска. На Руси 26 октября также традиционно связано с наведением чистоты и походами в баню. Однако париться в одиночестве в этот день не рекомендуется. Здесь слышны отголоски древнего народного языческого мировоззрения. В этот день на Руси старались задобрить банного духа – банника. Согласно народным обычаям, нельзя сегодня лениться, ссориться, ругаться, сквернословить. А вот наблюдение о погоде в день 26 октября. Туча сегодня низко. Что ж, прощайтесь с осенью и готовьтесь к наступлению холодной зимней погоды. Марина Комиссарова, Михаил Лазуткин, телекомпания «Город». Рязанский областной научно-методический центр народного творчества проводит цикл выставок под общей тематикой «Мастера Рязанщины. 85 лет Рязанской области». В течение этого года уже выставлялись живописцы и фотохудожники, резчики по дереву и кружевницы. В нашем сегодняшнем материале речь пойдет о декоративно-прикладном искусстве лоскутного шитья. Клуб народно-прикладного творчества «Радость и рукоделие» создали не так давно. Существует он с 2018 года. Его основательница Ольга Шмелева заинтересовалась рукоделием после того, как в городе Касимове попала на выставку «Волшебный лоскуток». Это был 2013 год. А когда сама погрузилась в мир творчества и разобралась с основами изготовления лоскутных полотен, логически захотелось делиться с окружением этим древним народным ремеслом. Русской традицией оставались лоскутки ткани. И в целях экономии мастерицы, точнее хозяюшки, использовали эти лоскутки для создания игрушек, одеял. Персональная выставка у Ольги Шмелевой открыта с 4 октября. Ее работы не раз участвовали во всероссийских выставках, фестивалях и конкурсах и занимали первые места. Полет фантазии мастерицы не знает границ. Она создает как классические лоскутные одеяла, так и панно с необычными изображениями, абстрактными или реальными. С завтрашнего дня в соседнем зале откроется выставка работ ее учениц – участниц клуба «Радость рукоделия». Молодой еще клуб, но уже подающий надежды. Их главная особенность – это очень тонкие, высокохудожественные все изделия. И они пытаются сохранить традицию лоскутного шития, лоскутной техники. Изделия, выполненные в технике художественной обработки текстильного лоскута, которые увидят рязанцы в Центре народного творчества, уже объехали полстраны и побывали на международных фестивалях рукоделия. А в Рязани выставка продлится до 25 ноября. Код бесплатный. Марина Романюк, Михаил Лазуткин, телекомпания «Город». На этом у меня все новости. С вами была Марина Романюк. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова